Кавалер Кинг Чарльз Паньель – универсальная порода для тех, кто выбирает собаку-компаньона, но опасается тяжелого характера или сложности в дрессировке. Кавалеры легко подстраиваются под темперамент хозяина и образ его жизни, выполняют базовые команды и абсолютно не агрессивны к людям. Эта порода была выведена путем скрещивания мопса и японского хина. Изначально кавалер Кинг Чарльз Паньель используется для охоты, на дичь, но сегодня это один из самых популярных домашних питомцев во всем мире. Рост собаки в холке 30-34 см, вес 5-7 кг, продолжительность жизни 11-12 лет. Кинг Чарльз Паньель – компактная, невысокая собака благородного вида. Она имеет крепкое телосложение, длинную шелковистую шерсть, прямую или слегка волнистую. Варианты окрасов – черный с подпалом, триколор, черный-белый подпал, блэйхем, белый с красным и рубин. Голова имеет круглую форму, уши длинные, высоко поставлены, густо покрыты шерстью и свисают к бокам. Порода не является гипоаллергенной и имеет слабое слюноотделение. На протяжении нескольких столетий Кинг Чарльз Паньели были главными любимцами королевских семей и аристократии. Их часто изображали на гобеленах и описывали в различных источниках. У кавалеров идеальный характер. Это любящая, неприхотливая и семейная собака, дружелюбная, со всеми. Это хороший компонент для детей и активных людей старшего возраста. Собака не лает, без необходимости, но сообщает о прибытии незнакомцев. Однако, это не сторожевая собака, она тепло приветствует большинство людей. Кавалер Кинг Чарльз Паньели хорошо ладит со всеми, включая кошек и других маленьких животных. Будучи относительно небольшими и покладистыми, он становится хорошим компаньоном. С маленькими детьми он легко находит общий язык. Терпеливый питомец может даже исполнить роль куклы в коляске и стойко вынести все испытания, как плетение косичек из его длинной шерсти. Он никогда не обидит ребенка, а шумные детские игры доставляют ему искреннюю радость. Кинг Чарльзы обладают довольно крепким здоровьем. Эти собаки практически не требуют дополнительного ухода. Длинная шерсть нуждается в регулярном вычесывании, не реже одного раза в неделю. Мыть кавалеров необходимо по мере загрязнения шерсти, но по возможности не чаще раза в месяц. С кавалером нужно часто играть и развивать его физические и умственные способности, чтобы питомец не стал апатичным. С кавалерами всегда нужно обходиться ласково, заботливо и доброжелательно, не обделять вниманием. С раннего возраста его нужно начинать социализировать. Помните, что правильное питание и регулярные активные прогулки снижают риск развития многих заболеваний. Красивые и обаятельные собаки довольно неприхотливы в содержании и уходе. Они прекрасно чувствуют себя как в доме, так и в квартире и непривередливы к еде. Регулярного осмотра требуют глаза и уши. Эти питомцы тяжело переносят одиночество, и их не следует заводить часто отсутствующим людям. Питомец подойдет практически всем – большим семям с детьми, пожилым людям, а также людям, живущим в одиночестве. При выборе щенка уделите внимание следующим аспектам. У малыша должен быть правильный прикус, который окончательно сформируется к 6 месяцам. Проверьте в соответствии с стандартам породы, а именно спину, лапы и форму головы. Обратите внимание, подкрашен ли нос щенка. В целом, эта порода имеет множество положительных качеств, за которые получилась свою популярность. При правильном содержании и воспитании кавальнер станет вам любящим другом и надежным компаньоном. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой кавалер Кинг Чарльз Паниэль и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно, пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео!